Дорогой Хазрат, сегодня очередная у нас подзарядка имана для наших подписчиков. Говорить мы сегодня будем о начале месяца Зульхиджа, один из запретных месяцев. И, насколько я понимаю, сейчас впереди нас ждут лучшие 10 дней в году. И мы хотим понять, каким образом они лучшие, почему они лучшие, почему не месяц Рамадан, что связано именно с этими 10 дней? Именно с этого начинали сподвижники первые 10 дней Зульхиджа с такбиратов. Признесем, иншаллах, чтобы напомнить всем мусульманам, иншаллах, что в эти дни нужно говорить такбират. Слава Богу! Ибн Умар, когда насыпали эти первые 10 дней, выходили на рынок и произносили тагбираты, чтобы напомнить другим мусульманам то, что в эти дни нужно произносить тагбираты. Ибн Умар заранее выезжал на хадж в долину Мина и произносил тагбираты. Все, кто приезжал на хадж, слышали, что начались эти дни и произносили тагбираты. Эти дни, субханаллаху, самые счастливые дни, самые прекрасные, самые ценные дни перед Аллахом. Самые лучшие дни в этой дни, самые лучшие дни в этом мире, в этом временном мире. Эти первые 10 дней дни в Сурат-Аль-Хаджжо, ведь Аллах поклялся имя в Сурат-Аль-Фаджр и сказал, «У camp. В Сурат-Аль-Фаджр и сказал, я клянусь утренним рассветом и клянусь десяти ночами». Ибн Абас, когда толковал эти аяты, говорил, что именно первые 10 дней дни в Сурат-Аль-Хаджжо Аллах имя клянется. и великий аллах субханава та'аля он аллахом великий клянется только великим творением субханава та'аля и этого нам достаточно чтобы понять какие они великие дни пророк мухаммад салаллаху алейкум ассалям сказал на мин айям аль амину соли хуфи и на ахабу илллах мин айзин ашр нету более любимый дней для благих деяний перед всевышним аллаху санава та'аля кроме как эти первые 10 дней и тогда сподвижники успелись и спросили он и джиад висабили для даже джиад даже проявление усердия на пути аллаху санава та'аля не так любимы перед аллахом чем эти 10 дней на что проба мухаммад саллаху алейкум сказал валили хоть и собили или родил он хораджа бина все и ваналии суммалом ярче обезали комщай горда же проявление усердия даже джиад на пути аллаху не так любим, как благодеяние в эти 10 дней, кроме как, одно исключение есть, тот человек, который вышел из своего дома со своим телом, со своей душой и со своим имуществом, и ни с чем уже не вернулся. Раньше, когда сахабы выходили, они выходили своим телом, своей душой, но не выходили всем своим имуществом. А здесь Пророк Салам пояснил, даже и дихад не так любимый. Почему это являются благие такие дни? В чем саббат, в чем причина? Ибн Хаджр Али-Скалани, он сказал «В чем я вижу, говорит, что эти 10 дней лучше, чем другие дни? В чем причина?» И об этом он пишет в своей книге «Фатху-ль-Бари» «Шарх Сахин-ль-Бухари» «Потому что в эти дни все пять столпов собраны, в другие дни не могут собраны». «Шахада» Когда мы произносим, как «Бират» «Ла Иллах Наллаху Аллаху Бару» «Намаз» Мы читаем «Закат», «Садака» «В эти дни благоприятные дни», «Давай садака», «Закат» «Выдавать человеку». Также «Пост» в эти дни и «Хадж». «Хадж» в другие дни невозможно сделать, кроме как в эти дни Зуль-Хаджа. Вот это есть и причина, что они такие благие, чем они отличаются от других. Самые лучшие ночи, последние десять ночей Рамадана, то самые лучшие дни, более любимые дни, чем эти первые десять дней Зуль-Хаджа. Сегодня первый день как раз Зуль-Хаджа, Алхамдул-Ллах. И Пророк Саллаху Аллаху 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 побуждал и говорил «Интересовало, почему эти десять дней настолько возвеличены Всевышним?» И вы сейчас даете четкий ответ. Есть величие ночей месяца Рамадана, последних десяти ночей месяца Рамадана, поскольку они связаны с поклонением в виде поста, с таким искренним порывом на встречу Всевышнему последние десять дней. И потому что есть ночь Ля-Ля Туль-Хадра, когда был не способом в Куран. А десять дней Зуль-Хаджи связаны как раз с приближением ко дню Жертвоприношения, ко дню Идаль-Адса, и плюс соединяется воедино пять видов поклонений. Именно поэтому Всевышний выделяет в десять дней. Какое удивительное объяснение, логичное. И до сих пор мало кто, я думаю, задумывался над этим, и мало кто мог сравнить по степени своего величия эти 10 дней зубхиджи, ночами месяца Рамадана. Субханаллах. Я искренне вас благодарю. Пусть Аллах вас даст вам за такую аналогию. Это выгодительное сравнение, которое очень легко ложится на сознание своего величия. Я так понял, что эти 10 дней нужно тоже пост держать. По поводу поста нету достоверного хадиса, что пророк, салаллаху алейхи салям, побуждал держать пост. Говорится, передача от Хафса, рода Аллаху аня, супруги пророка Мухаммада, салаллаху алейхи салям, то, что она его видела, что он постился. А Аиша, рода Аллаху аня, сказал, я не видел, что он постился в эти дни. Поэтому ученые собирают, как эти два хадиса, в те дни, когда он находился вместе с Хафса, рода Аллаху аня, он постился. Когда был с Аишей, рода Аллаху аня, он не постился. То есть можно и поститься, не поститься. Можно и все 10 дней поститься. Можно, скажем, в понедельник, в четверг поститься. То есть как удобно человеку. Но что побуждает нас поститься? То, что в хадисе, где сказано, нету более любимых дней для благих дел. А пост это великое дело. Это благое дело. Отдаляет один день поста на пути Аллаха от наказания ада на 70 лет. И так как это великое благое дело, и это тоже некое есть побуждение для бы поститься, потому что это благое дело. Но самое главное, хотел бы сказать, не пропустите, иншаллах, братья и сестры, иншаллах, не пропустите. И самому себе напоминаю пост. Девятый день Зульхиджа. Яумыль Арафа. И ученые сказали, достаточно было бы одного этого дня, чтобы весь месяц был благословенным. День Арафа. Яумыль Арафа. Это по нашему календарю получается 19 июля. Если 20 июля, 20 июля Курбан Байрам, иншаллах, айдуль Арафа. 19 июля день Арафа. Пророк Мухаммад, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, Суямыль Арафа. Ахтасибу инда Аллах, аниюкаферу дзунуба санатейн. Пост день Арафа, я думаю, что Аллах, субханава та'алла, я надеюсь, что Аллах, субханава та'алла, простит нам грехи, прегрешения двух лет. То есть один день поста прощает прегрешение двух лет. Асанат аль-Маады, явол мукубиля прошлого года и будущего года. Также пророк Мухаммад, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, Хайру, дуа, дуа, яумыль Арафа. Самая лучшая дуа. Мы все просим Аллаху, субханава та'аллаху, и думаем, выбираем времена, когда же просить дуа. Между Азаном и Икамой ночью встаем, просим дуа. Когда мы в пути, мама за своего ребенка просит. Эти дуа, мазлюм, притесненного человека. Лейся бейн Аллаху, ва бейн Хиджаб, между Аллахом и просящим Хиджаба, зарубеса. Но самые-самые-самые-самые лучшие дуа, это в день Арафа. И более количество душ Аллах спасает от ада, это в день Арафа. Поэтому пророк Мухаммад, будучи на хадже, он, как прочитал в Зухр намаз, объединил Зухр и Аср. Почему объединил и сократил, будучи на Арафате и на хадже, чтобы даже намаз его не отвлекал от дуа. Он совместил и сократил, и как сел на свою верблюдицу, держал его за уздечку, и одну руку поднимал, другой сделает дуа, второй опускал, другой делал дуа, постоянно делал дуа, 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 дуа. И это самое такое благоприятное время для дуа. Самое лучшее дуа, это дуа в день Арафа, и самое лучшее, что говорил я, и пророки, которые были до меня, и этот хадис указывает, что пророки тоже в день Арафа постились и просили дуа, это «Ла Иляхи Ла Аллаху Ахидагу Ла Шарикаля» Слова Единобожия Поэтому не пропустите, уважаемые братья и сестры Хотели бы обратиться в 19 июля Пропустите этот день, великий день, День Арафа Дорогой Фазрат, сейчас вы заговорили как раз о Дне Арафа И мы подходим к нашей боли Второй год мы не можем попасть в хадж Мы не можем попасть в хадж Ведь как раз эти 10 дней Зурхиджи приближали Готовили нас к совершению хаджа И я даже в этом году планировал вылететь в хадж Но все оказалось снова закрыто Что нам делать, за что? Вот такие испытания, как нам их пережить И как прожить эти дни, понимая, что Мекка благословенна для нас Во-первых, я хочу вас обрадовать Если у вас было намерение Вам по намерению, Аллах, чтобы дал награду хадж И это в хадисе сказано Пророку Мухаммаду, саллаху алейху ассалям То, кто что-то делал И его что-то запретило это совершить по болезни Или из-за путешествия То ему запишут то, что Вы не передумали А именно так получилось Пандемия Это для всех, для всех людей, для тех, которые не посетили Мекку, для тех, которые не посетили Хадж, им тоже, иншаллах, награды этого дня, иншаллах. Поэтому в этот день, как вы расписали свой порядок дня? Утреннюю молитву постарайтесь, иншаллах, совершить в мечети, иншаллах, у кого есть возможность поехать в мечеть. Потому что начинается такбират, то, что мы сказали, такбир, есть мутлака воль мукаеда. Мутлака, то есть это с первого дня, хотите постоянно произносить этот такбират. Мукаеда, это после фарда намаза начинается день Арафа, и после каждого намаза 9-го, 10-го, 11-го, 12-го и 13-го до намаза Асра. То есть получается, если на наш календарь 19-го июля мы произносим после утра намаза и после каждого фарда намаза такбират, потом 20-го в праздничный день после каждого намаза такбират, 21-го после каждого намаза такбират, 22-го после каждого намаза такбират и мы произносим. И на следующий день до намаза Асра. Аср заканчивается, и мы заканчиваем эти такбират. Начать так день, потом отдохнуть, после утра намаза отдохнуть, иншаллах. можно до широко посидеть почитать куран зикар после этого лечь пасенчал отдохнуть набраться силами и после двора намаза начинается это благословенно после завалив время для 2 просить постараться отдалиться от от этой дуне там убрать телефон оставить какие-то дела на потом то есть хотя бы на после магриб и именно выделить последние полчаса перед магрибом еще более сильнее делать дуа почему потому что пророк мухаммад саллаху алейхи вассалям сказал и нам на любил хаватим дела расценивается по последним делам и человек когда садится солнце вот этот день уже заканчивается последние деяния что были в поклонении что были в дуа иншалла просьбе к аллаху собранного тали на следующий день курбан вера миша лла поэтому кто я думаю я хотел бы сейчас попросить вас небольшое такое напоминание про курбан сделать потому что у нас впереди еще неделя и мы можем отдельно обрядом жертвоприношения посвятить отдельный эфир в следующую пятницу а сейчас просто что мы успеем сделать до следующей пятницы вот 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 этот набор видов поклонения подготовки если можно напоминать в эти дни что что как говорят ученые шинкиты красиво расписал то есть те деяния которые мы мы обычно что думаем такие вот я не чтение курана намазы помимо это много дел улыбка иншалла хорошее настроение радость приносить вот эту злобу бросить души тоже благое деяние кому-то что-то обещали выполнить обещание помирить двух братьев между собой хорошие отношения к родителям к соседям все все птичек накормить все благое потому что с неятом то что аллах любит понимаете например ребенок там родители покупают что-то своему ребенку мороженое например почему там ну давай домой ребенок любит он избирает собирает деньги он любит мой ребенок или родители санала папа любит когда вот так вот говорит его сын когда делаешь мама вот так вот любит давай сделано то что ради а тут аллах любит любит эти дни благое деяние и делать все 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 благое с неятом внутри то что аллах это любит начала великой за это награды поэтому все куран почитать выдели то есть барна меч должен быть мусульмане на некая программа разделить как время выйдем на куран на дикор на таспи навестись родственников благое деяние намазы почитать иншалла дополнительно маза почитать не столь важное количество а качество то что-то это было ее шало искренне и сердце сделано потому что лас анна телевская за корр они лады хана тома у того ли а я талия были ваку марию к макси-на-маля аллах сотворил соновать али смерть и жизнь чтобы испытать вас у кого лучше делать не у кого больше дела у кого лучше дела и здесь она вот они сказал смерть и жизнь хотя начали приходит жизнь потом смерть почему смерть потом жизнь как говорят ученые чтобы люди поняли что настоящая жизнь она начинается только после смерти Но я думаю, Шехеруслан, было бы здесь уместно сейчас по поводу Курбана пояснить, потому что часто задается вопрос, можно ли стричь ногти, волосы тем людям, которые хотят зарезать барашку, а провести с жертвами животное. Здесь есть три мнения ученых. Мадхаб Абу Ханифа и Малик, они говорят, что можно даже тому, кто хочет привести с жертвами при отношении, можно стричь волосы, стричь ногти, это не является ни запретным, ни нежелательным, ни мхарамом, ни мокругом, то есть дозволенным. Мадхаб Шафия, они говорят, что для того, кто хочет привести с жертвами животное, мокруг нежелательно стричь волосы или ногти. То есть имейте в виду, уже вчера человек должен был постричься, постричь ногти и так далее. То же самое касается бритья, допустим, стрижки бородой. Да, это тоже то такое, то есть не трогать ни волосы, ни бритье, ни стрижка борода, усы, ногти, то есть ничего не стоит трогать. Имам Ахмад бен Хамб бен Хамбалийский мадхаб, говорят, харам запрещено. Но я спросил у шейха Юсфа Аль-Бахуфа, мы в мечети Аль-Харама, то есть я говорю, как вот эти между тремами адхабами посмотреть, если мы живем, например, скажем, не в мусульманской стране, а там в мегаполисе, кто-то там работает в правительстве, кто-то там работает, если у него там обросли ногти, там волосы и так далее, там усы, то есть он как неопряжно выглядит. Это касается и ребят, которые на военной службе находятся, которые просто по уступам, по уступам, по уступам, как им в этой ситуации? Огвард, берите в это мнение то, что дозволено, что дозволено, потому что не все могут это понимать. То есть дозволено стричь ногти, дозволено как бы стригите ногти, стригите волосы и так далее. То есть некоторые это держат, думают, что он все никак и больше, что это как будто он, если пострижешь, сделал какой-то большой грех. Но здесь есть разногласия среди мадхабов, и здесь, аль-хамдалля, это милость, опять же, для народа. И вы больше знаете, чех, Руслан, вы являетесь фа-кигом, вопрос. Я, конечно, очень скромный, вы молчите, но вы это лучше знаете, если есть разногласия среди фа-кигов, значит, и есть, аль-хамдалля, в этом милость. Я всего лишь занимаюсь сравнительным изучением различных направлений фикха и ислама. Но вы же знаете такие глубины, которые просто спрятают души верующих, Субханалла, по милости Всевышнего. И я вас искренне благодарю за сегодняшнее наставление, оно настолько пронзительное, настолько глубокое, настолько мобилизующее нас. На поклонение в эти 10 великих дней, Субханалла, я даже голос теряю от переживания. Дорогой Хазрат, я вас искренне благодарю, потому что вы дали самое ясное понимание того, чем выделяются эти 10 дней по сравнению с другими, даже по сравнению с ночами месяца Намадан, поскольку это приближение к Дому Всевышнего Вага, это приближение к Аджу, это приближение к самому великому путешествию в жизни мусульмана. Субханалла, я когда учился в Дамаске в исламском вузе и на арабском языке читал строки арабских авторов о том, что они переживают по мере приближения к ААБе, что люди верующие как будто капли крови соединяются к сердцу, как будто мы, я не знаю, как живительные капли эритроциты, приближающиеся к сердцу, которые собирают нас и обратно выталкивают в разные уголки мира. Я когда увидел такие аналогии, такие сравнения, он мне просто в дрожь бросался. И без такого напоминания, без встряски, без оживления сердцем нам не быть полноценными верующими, дорогой Хазарат. За это искренне вас благодарю. Всевышний, вас здравствуй. Мы ждем следующего эфира, посвященного, иншалла, обрядам жертвопонношения с мольбами о здоровье, об укреплении веры. Барако, синий, калакар, сейхи, салам, бара, калако, салам, салам, салям, алейкум, калакар. Барако, салам. Барако, салам. Барако, салам. Барако, салам. Барако, салам. Продолжение следует...